Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости В преддверии новогодних праздников в Кирове проверят высотки До конца декабря в домах большой этажности обследуют системы пожаротушения и дымоудаления Они должны отвечать всем требованиям противопожарной безопасности Об этом сообщил глава администрации Кирова Илья Шульгин На заседании городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций Также проверки пройдут на площадях и в зданиях, которые будут задействованы под массовые мероприятия Региональное управление МЧС организует рейды по местам хранения и продажи пиротехники Ее реализация, напомню, запрещена в торговых точках, расположенных в жилых зданиях, уличных переходах И на территории пожароопасных производственных объектов Дайджест недвижимости Очередная жертва дистанционных мошенников обратилась в полицию Неизвестные сняли с банковской карты кировчанки, сдающие комнату 12,5 тысяч рублей Пострадавший разместила объявление на одном из популярных сайтов И в скором времени с ней связался потенциальный квартирант Мужчина попросил хозяйку продиктовать ему номер банковской карты Однако деньги на нее так и не пришли Спустя некоторое время девушке позвонил другой потенциальный клиент Сообщивший, что готов внести предоплату за комнату на карту через банкомат После того, как кировчанка согласилась, мужчина продиктовал ей определенную последовательность действий При помощи которой потерпевшая сама привязала свою карту к номеру мошенника И таким образом потеряла более 12 тысяч За 10 месяцев года в Кировской области зарегистрировали почти полторы тысячи дистанционных мошенничеств Жертвами которых стало тысяча человек Общий ущерб потерпевших составил 76 миллионов рублей Напоминает Девятка.ру На этом все В студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok